Более подробно о целях военных учений в Армении мы поговорим с гостем на прямой связи со студией политолог Саэль Искандеров. Саэль, вам здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Уфа. Ну вот вы слышали цели этих учений, но вот хотелось бы от вас услышать, против кого Армения повышает свою боеготовность. Вот именно, как говорится, когда слушаешь вот такие заявления о том, что какие цели там пресветуют. Ну я имею в виду официально, да, вот это заявление о том, что какие цели после этого учения, все время припоминается такая расходная фраза, да, благими намеренными внушенными дорогами. Я думаю, что в принципе это учение в первую очередь направлено, как бы скажем, против присутствия российских войск, российского военного контингента в Армении. И в принципе, давайте, ну что, это кривить душой, благодаря бездеятельности Москвы, я бы так сказал, за последние несколько лет, с одной стороны, они очень сильно укрепили свои позиции в Армении. И при этом все больше и больше как бы выдавливали Россию из армии. В первую очередь, вот эти учения там, они как раз направлены против присутствия России в Армении. И с другой стороны, вот в предыдущем сюжете, там у вас была отмечена наша замена за все коридоры, вот эта тема была у вас там в предыдущем сюжете, тема за все коридоры. И как раз то вот это все время сближение военной, я имею в виду, военной технической сближения Армении с США и с НАТО там, в принципе, в этом плане. Естественно, когда мы говорим НАТО, в первую очередь подозревается США с Америки. И как раз то вот это сближение со стороны, сближение Армении с Америки, как раз то в первую очередь еще, не в первую очередь еще и имеется в виду в этом плане, ни в коем образом не позволять открыть замены за коридоров под наблюдением российских пограничных войск, как это было как-то отмечено как-то в стороне заявление от 10 мября 2020 года, как раз то в этом плане как раз то чувствуется, что Соединенных Штатов Америки, ну или, не знаю, в качестве НАТО, или в качестве лично своих там континентальных континентов открыто-заменизированных проидоров, или там индейцы-заменизированных проидоров, как раз то поставят на свой конкурс. Я думаю, что в этом плане вот самые главные цели, которые там официально не заявляются, вот именно заключаются вверх. Ну, наверное, будут дальнейшие вопросы, я их покажу, чтобы не летально разбирать этот вопрос. Да, то есть, Сармам, смотрите, тут, Сармам, дело в том, что вот параллельно со всеми этими учениями, дело в том, что идет еще и милитаризация Армении, то есть, складывается впечатление, что вот на самом деле Ереван, ну вот, как-то пытается поощрить усилия то ли реваншистских тенденций, то ли вот, по-вашему, с чем это связано, Сармам? Ну, да, естественно, а о чем это связано? В первую очередь, понимаете, вес вопрос в том, что давайте, опять же, вот, что будем кривить, что будем открыто говорить о том, что Соединенных Штатов Америки все этот процесс милитаризации в том или ином регионе, там, со стороны Соединенных Штатов Америки, как раз-то возразумевает только один он, усиление своей позиции в этом регионе, а без этого, а усиление своей региона Соединенных Штатов Америки всегда пройдет только там через милитаризацию, и если посмотреть на что-то, вот, пошиве, шире, да, милитаризация, а, извините, начиная с конца 80-х годов прошлого века, а кто больше всего вооружал этот Армению? Армению, больше всего там вооружали как раз-то из-за рубежа, и, к сожалению, вот тогдашнего руководства, центрального руководства Советского Союза, в этом плане, как бы, там, вольность, невольность, или, я не знаю, там, или умышленно, или, самым непониманием, непознанием, там, в принципе, подыгрывали вот этим, как раз-то вот этим силам. Весь вопрос в том, что, если взять там, посмотреть, рассмотреть глубже, как раз-то после испытательства землетрясения в Армении, как раз-то из-за рубежа, сколько там, а уже там завезли в Армению тогда, в то время, когда уже, тогда уже начали милитаризировать эту Армению, и как раз-то, в частности, из Ближнего Востока, и с другой стороны. А что тут такого нового? Если Соединён Штат Америки является лидером, не тех, что, скажем, НАТО, и вообще-то практически сегодня является единственным, пока, 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 пока что является единственной сферной гражданой мира, а как они могут так, в принципе-то, не замечать то, что и абсолютно по их умолчанию, там, Франция и Индия, там, конкретно сейчас вооружают армию. И вот о чём идёт речь. И вот эти, вот эти учения, как раз-то, лишний раз являются доказательством того, что Франция и Индия в этом вопросе, они не действуют самостоятельно. На это всё есть добро Вашингтонского обкома, как говорится. Вот в этом плане, естественно. А их что интересует? Да им-то, в принципе, там, какая разница, милитаризируется там регион или не милитаризируется. Если их геополитические интересы требуют, чтобы укрепить своё влияние здесь, и, в принципе, это выдавливает отсюда Россию или, не знаю, Турцию, или кого-нибудь другого там игрока, автора, да, вне региона, в этом плане они пойдут и на милитаризацию, и на любые там преступления. И с другой стороны, понимаете, вот нынешние события ещё раз меня убеждают в мысли в том, что в той мысли, что именно Соединённых Штатов Америки в конце 80-х годов прошлого века как раз-то инициировали в этот Карабахстанскую проблему через международную армянскую диаспору. Между прочим, в этом практически есть откровенное признание, там, тогдашнего бывшего, там, я не знаю, сейчас он живет или нет, или ушёл в тот мир, в иной мир, такого там дипломата, советского дипломата, как Виктора Исраиляна, который сам откровенно признавался, как он там налаживал мосты вот по этому вопросу между Вашингтоном и прозападным Горбачёвым. Но это же факты конкретно доказывающие эти моменты. И весь вопрос в том, что, понимаете, вот когда их именно, они, в принципе, в конце 90-х, 80-х, в начале 90-х годов, как они укрепились на Южном Кавказе? Именно таким образом. Подогревая там всякие межнациональные конфликты на Южном Кавказе по всему Советскому Союзу, вот о чём идёт речь. А сегодня они уже, когда поняли, что уже после победы Азербайджана во второй Карабахской войне, практически они теряют один из рычагов, один из очень действенных рычагов для расширения своего геополитического влияния на Южном Кавказе, вот они сейчас начнут генетализировать Армению. И причём не только они сами, и ещё там и софиглита, там, в первую очередь, Франция. Вот о чём идёт речь. Ну хорошо, Сармам, это одна сторона медали, которую вы называете про Америку. Но опять-таки мы сейчас говорим про американо-армянские военные учения. И вот хорошо, вот про то, что США всё-таки имели интересы не многие десятилетия назад, это понятно. Но вот что же всё-таки так сильно мешает Армении принять реалии региона, понять своё положение, всё-таки принять условия мира, которые Азербайджан предлагает? Вместо вот этого она продолжает. Вопрос в том, что, да, давайте будем правды смотреть в глаза. Вопрос в том, что, да, вы задаёт очень логичный вопрос, но весь вопрос в том, что сама внутренняя политика Армения всегда скользилась, она всегда была алогичная. А знаете почему? Армения никогда не является субъектом международных отношений, понимаете? Вы прекрасно знаете, да, в принципе, там, по сегодняшний день, хотя там временами то, какие там были заявления, по сегодняшний день основным субъектом международного права является национальное государство. Армения, во-первых, она как государство, созданное как квази-государство. И во-вторых, с другой стороны, даже с момента образования Армении, я имею в виду не только там этот, как бы скажут, в кавычках этот период самостоятельности, независимости, имеется в виду после распада Советского Союза. С самого начала никогда Армения не была самостоятельным субъектом. В принципе, это что имеется в виду? Вернее, Армения никогда не могла принимать те или иные какие-то самостоятельные решения. Весь вопрос вот в этом. И вот, смотрите, то их там, не знаю, всегда управляли, им диктовали, то из севера там, то из запада, то из, не знаю, там, юга там, откуда хочет. Но они сами никогда в этом вопросе, они никогда, в принципе, не участвуют в решении, принимают в принятии решения, они никогда не участвуют самостоятельно. Вот о чем идет речь, понимаете? Армения, в принципе, в Армении есть определенные силы, которые очень прекрасно понимают существующие реалии. И, в принципе, они понимают, что, в принципе, если они не возьмут в раздоправление собственные руки, я имею в виду и не только там внешне, и внутреннюю политику, они понимают, есть определенные силы, которые понимают, это будет крахом окончательно. У меня вообще армянского народа и вообще как армянский государство. Но без вопроса тоже. К сожалению, понимаете, они все время сидели не только на двух столах. Они умудрялись сидеть на двух столах. Даже пытались на трех-четырех столах в стульях там сидеть. А в конечном итоге это к чему приводит? Вот почему они никогда не могут. Они все время в поиске новых хозяев. Вот о чем идет. Между прочим, на шок Запада и Россия у армей это не первый раз. Практически 100 лет назад, 110 лет назад происходили именно такие же события. Вот о чем идет речь. Вот о чем. Просто если сделать маленькую историю, как во время Первой мировой войны, в принципе, там они сначала как бы, обслуживая интересы России, ударили в спину Османскую империю, Турецкую республику изнутри. А потом, когда они поняли, что Россия практически уже большевистская Россия, большевистская Россия, уже практически когда Россия вышла в односторонном параде из Первой мировой войны, тогда на счет территориальных претензий они обратились в Запад. Вот о чем, понимаете, истористы фактически конкретно доказывают. Я как, извините, кто бы что не сказал, какой бы это ни было, там, я не знаю, да, вот это тривиальные фразы, история всегда повторяется. Один раз в виде трагедии, второй раз в виде фаса. Вот сейчас Армения переживает именно второй такой или третий вот такой период своей истории. А потом они начинают там кричать во весь мир, на весь мир и там жалуются на всех, что вот то Россия нас предала, то там Запад нас предал, кто не знает, кто предал нас. Ну у них же, почему, они же не самостоятельные субъекты, люди, что самостоятельные, там у них политическая там элита. Чтобы сесть с соседями, сообщать, там, разобраться, договориться о мирном сосуществовании и, в принципе, о взаимовыгодном сотрудничестве. Вот о чем идет вещь. Вот проблема в чем. И с другой стороны, мы там прекрасно знаем, что в принципе армяне не являются же автохронными там этносом на Южном Кавказе. А те силы, в первую очередь тот же самый Запад, который начиная с конца 18 века, да, вот даже не с конца, с начала 18 века, постепенно-постепенно выдавливали их из Балканов через Турцию, Иран и в Азербайджан, в конечном итоге. А что, они какие-то сели преследовали? А какие-то сели преследовали те страны, которые создали квази-государство Армении? Вернее, после этого, да, на Парижском мирном конференции. Парижском мирном конференции. А какие они сели преследовали? Им нужен был конкретно очень удобный инструмент на Южном Кавказе. Я, между прочим, вот приведу еще один пример. Я очень долго, очень долго, практически каждый день при встрече со всеми русскими там экспертами, политологами, с моими знакомыми, я всегда говорю, учтите, Армения в конечном мирном, рано или поздно и вас ударит в спину. Понимаете? Они никогда вам не простят то, что вот, да, вот тогда, что сто лет тому назад, вот практически там вы им не дали там создать свою великую армию. А в конечном истории что доказал? А я думаю, что понимать такие элементарные вещи не надо быть там таким там заумным или иметь такими знаниями. Здесь вопрос в том, что все как молодые. Друзья, Саремен, как вы и говорили, как говорили многие эксперты, решение проблем региона в руках стран самого участников региона. Спасибо большое, Саремен, за подключение, за ваши ответы на прямую связь со студией. Да, вот еще пару слов насчет региона. Вот чем, чем не устраивает Армения формат 3 плюс 3, который предложил Азербайджан, Турция и Россия? Вот чем это их не устраивает? Вот о чем идет речь. Да я думаю, да их полно устраивает это все. Но поскольку, поскольку... Здесь уже мы ссылаемся к вашему второму ответу, Саремен, где вы упомянули о логичном поведении Армении. Спасибо большое Саремен за подключение, спасибо за ваш ответ. На прямой связи со студией был политолог Сарем Искандер. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова